МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Информационная программа Наши новости начинает свою работу". В студии Евгения Даровская и Василий Морозов. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Пыль да туман. Как в Барнауле ремонтируют дороги и работают ливнёвки. Оценка властей и жителей города. Доплати за отдых, где и когда туристы края начнут выплачивать курортный сбор. Полезное дело питчинг, что означает иностранное слово и как оно помогло барнаульскому сценаристу получить поддержку знаменитых режиссёров. В Камнина-Аби под угрозой срыва выборы в городской совет. Причина – самороспуск избирательной комиссии из-за отсутствия денег. Дополнительные выборы в городской совет назначены на 10 сентября. В этот день каменцам предстояло выбрать двух депутатов. А уже сейчас горосбирком должен был начать активную подготовку ко дню голосования. Но почти вся избирательная комиссия, 6 из 8 человек, сложила себе полномочия. Повод – отсутствие финансирования. Деньги для проведения предвыборной кампании на счёт из горосбиркома должны были поступить несколько недель назад. Но администрация района средства до сих пор не перечислила. В итоге члены комиссии отказались работать бесплатно. Многие действующие депутаты камня на обе эту ситуацию оценили как вопиющую. Вот как её, в частности, прокомментировал руководитель местного отделения партии «Справедливая Россия» Василий Железовский. Это безобразие, это показатель, в первую очередь, отношения исполнительной власти к представительной власти, к процессам формирования власти, к Конституции Российской Федерации, к избирательным правам граждан. Безответственность, халатность, непрофессионализм. Я не знаю, чем это объясняет. На Алтае вновь утонула пятилетняя девочка. Трагедия произошла в реке Бурла, села Утянка Хабарского района. По сообщению следственного управления, ребёнок находился без присмотра взрослых. В сопровождении старшей подруги девочка отправилась купаться в заводе Бурлы. Тело ребёнка обнаружили во время поисковых работ в 80 метрах вниз по течению от места купания. Начата доследственная проверка. Предстоит выяснить причины, по которым дети находились без присмотра родителей. Ответим всего за неделю. Это уже второй случай гибели детей на воде. 14 июля в Заринске на диком пляже утонул 13-летний мальчик. Правоохранители в очередной раз призывают взрослых не оставлять детей без присмотра у воды. Ремонт на 17 барнаульских дорогах подходит к завершению. Скоро строители перебросят свои силы ещё на 7 объектов, сообщили журналистам. Сегодня участники выездного совещания. Глава администрации города Сергей Дугин собрал прессу в сквере на проспекте космонавтов, чтобы рассказать о работах и ответить на вопросы. Как выяснилось, на все, кроме неудобных. Например, о причинах потопов на дорогах. Мастер-класс от градоначальника о том, как и что надо писать о проблемах коммунальной сферы в Барнауле, выслушала Елена Кузовкина. Кажется, сама погода благоволила сегодняшней встрече. Утром было ясно и тепло. Выездное совещание провели на свежем воздухе. Сквер на космонавтов выбрали не случайно. Глава администрации города Сергей Дугин распорядился в свое время благоустроить эту зеленую зону. Проведенными работами он наконец-то остался доволен. Здесь чисто и нет старой поросли. Но нет лавочек и освещения, о котором жители неоднократно просили. Возможно, появятся в будущем. Пока же главная задача снести незаконные объекты. А их, как выяснилось, немало. В частности, это несколько автомобильных стоянок. Одна стоянка уже снесена. Это пересечение космонавтов 40 лет октября. То есть стоянка, шиномонтажная мастерская. На очереди следующий объект – это космонавтов 55. То есть незаконный авторазбор, который тоже будем убирать. Потому что предприниматели незаконно захватили сегодня эту территорию. Вот только непонятно, как предприниматель мог не только незаконно занять городскую землю, но и незаконно работать на ней несколько лет. Вопрос риторический. А вот вполне конкретный, заданный нами Сергею Дугину. Почему после проливных дождей Барнаул превращается в Венецию? И как в связи с этим работают ливневки? Ведь на дорогах зачастую не просто лужи, а ручьи и реки. Ну покажите мне, где эти лужи, где люди увязли по колено. Вот вы всегда ищите самое плохое, самое негативное. Пусть прошел дождь. Вы видели, Москву залило водой? Киров, все города. Нас хоть залило хоть раз в таком объеме. Вы почему всегда негатив ищите какой-то? Все в хорошем, вам нужно найти негатив. Ну скажите, какая дорога хорошая стала по красноармейскому? Хорошая? Нашли ливневку, все колодцы. Вы об этом говорите, о добром, о добром. Самое плохое и негативное, впрочем, находим не только мы, но и жители Барнаула, которым сегодня посчастливилось оказаться на улицах буквально через пару часов после совещания Сергея Дугина. К обеду пошел сильный дождь. Самую живописную картину о состоянии ливневок мы увидели на пересечении улицы Никитина и проспекта Ленина. Если бы этот случай был единственным за лето, каждый ливень становится поводом для бурного обсуждения работы барнаульской коммунальной сферы. О! Нормалек! Но вернемся к хорошему. Работы продолжаются на улице Матросова. Известно, что в конце августа начнут делать дополнительную поворотную полосу с проспекта Ленина. В целом из 33 магистралей, которые попали в проект «Безопасные и качественные дороги», отремонтировали уже 8-17 на стадии завершения. 7 ждут своей очереди. Елена Кузовкина, Николай Шилко. Наши новости. Курортный сбор начнут собирать с туристов, приезжающих на Алтай уже со следующего года. Накануне Госдома приняла закон о его введении. Курортный сбор будут платить туристы, достигшие совершеннолетия, которые проведут на территории здравниц более суток. Сумма сбора за день составит не больше 50 рублей с каждого в следующем году и не больше 100 в последующие. Собранные средства будут перечисляться в муниципальный бюджет курорта и пойдут на его благоустройство. Контролировать расходование средств будет государство и общественный совет, который создадут для этого. Напомним, в качестве эксперимента на 5 лет курортный сбор заведут в 4 регионах страны. В Крыму, Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях. Депутаты решили, что деньги с туристов в этих регионах начнут взимать не раньше 1 мая 2018 года. При этом субъекты должны принять местные законы не позднее 1 декабря. Отметим, что в нашем регионе курортный сбор ведут пока только в Белокурихе. Курортный сбор, он собирается только в курортных местностях. В Алтайском крае такая курортная местность федерально установлена, законодательно, только курорт Белокуриха. Все остальное у нас природоохранные зоны, рекреационные зоны, которые не имеют такого статуса. И, соответственно, под эксперимент они не попадают. Другой вопрос, что, конечно, приезжая в Завьялово, на Бирюзовую Катунь, мы также готовы и хотели бы, чтобы эта территория была ухожена. Но на сегодняшний день такая методика не вводится. Руководителя одного из барнаульских турагентств подозревают в мошенничестве. Сообщение о том, что бывший турагент, а ныне руководитель собственного агентства, собирает с клиентов деньги за бронирование, но заявки туроператору не отправляет, появились в социальных сетях. Некоторые туристы, которым все-таки удалось улететь в другие страны, столкнулись с проблемами размещения уже там. Как позже выяснилось, от действий предприимчивой женщины пострадало несколько человек. Но ситуация осложняется тем, что многие туристы настолько сильно доверяли своему агенту, к которому обращались прежде неоднократно, что перечисляли деньги за тур еще до оформления необходимых документов. В правоохранительные органы пока обратились только двое, полиция начала проверку. В Тогульском районе оживает история, в местных жителях просыпаются исследователи. Близится столетие окончания гражданской войны. На Тогульской земле тоже велись ожесточенные бои красных и белых. Интерес к этой теме сейчас возродил уроженец Тогула, писатель Николай Чебаевский. В этом году отметили век со дня его рождения. Пожалуй, самое известное его произведение – полуисторическая повесть «Страшная Мария». О партизане девушки правду в этой легенде искала Анастасия Дороган. Тогул всегда привлекал внимание предпринимателей. В начале 20 века здесь становились богачами мукомолы, кожевники, золотодобытчики. Только купцов было 18. Не желая терять власть, они поддержали белых. Колчаковцы пришли сюда в 2018 году. Привлекло расположение, пересечение трех трактов – Екатерининского, Бийского и Барнаульского. Все было в кольце колчаковцев. Они здесь держали натиск. Церковь была одним из ключевых пунктов. Ее превратили в крепость. Отсюда отстреливали красных. На колокольне был пулемет установлен, там снайпер сидел. И одна из пуль, скорее всего, пробита здесь иконом. К 2019 году в районе появились партизаны. Сколько их было неизвестно, известно число убитых – 800 человек. Имен погибших и того меньше. В начале 20 века эта поляна была окружена лесом. Здесь соединялись отряды красных, здесь их однажды встретили белые. Бой был страшным. Но куда чаще войну вели партизаны. Им и посвятил свою повесть тогульский писатель Николай Чебаевский. Главной героиней стала Мария. Ее реальный прототип – Мария Чижова. Она была одной из ярких представителей женского пола в партизанском отряде. Партизанка-разведчица. Реальность персонажа подтверждают газеты. В них действительно упоминается имя Марии Чижовой. Старожила до сих пор помнят, какой смелой и непокорной была девушка. По легенде, за это белые изувечили женщину и убили ее ребенка. Так она встала в ряды партизан и получила имя – страшная Мария. Перед своими родными она появилась уже с большим синяком на глазу. И без глаза уже страшная действительно становилась. Лицо ее было обезображено. И люди боялись. Ей приписывали различные колдовские чудодейственные силы, когда она могла от белогвардейцев скрыться и своих партизан спрятать. Не исчезала, а умела спрятаться. А причиной недюжей силы была жажда отмщения. Скоро на страшную Марию началась охота. Эти годы с ужасом вспоминают до сих пор. Тогда обрыв у реки прозвали Красным Яром. Сюда белые приводили партизан на казнь. Тела сбрасывали в воду. Та же участь ждала и Марию, но ей удалось выжить. Где-то здесь под обрывом находится пещера. Попасть с нее можно только нырнув в воду. Когда Марию сбросили с обрыва, она поплыла туда. По легенде, именно так она и спасла свою жизнь. Так ли это было, но Мария Чижова прожила до 1950-х годов. Особый интерес к ее судьбе у жителей Тогула появился совсем недавно. Через два года здесь отметят столетие освобождения района от белых. Поэтому сейчас сельчане начали собирать материалы тех, благодаря кому они, внуки тех героев, живут на мирной земле. Скоро в Тогуле планируют организовать экскурсию по следам гражданской войны. Тем местам, где скрывался не книжный персонаж, а настоящая партизанка Мария. Анастасия Дороган, Павел Лауронин. Наши новости. Такой футбол нам нужен. Версия будущего фильма с рабочим названием «Такой футбол» выиграла в питчинге Шукшинского фестиваля среди молодых кинематографистов Алтая. Всего было презентовано больше десятка работ. Все авторы, которых жители из разных городов Алтайского края. Автор лучшего, на взгляд, экспертов сценария, Барнаулиц Андрей Ясаулов заручился поддержкой маститых продюсеров и режиссеров. Главными героями ленты должна стать команда футболистов-ампутантов «Динамо Алтай». А таких людям надо снимать. И актуально это прежде всего потому, что ситуации бывают разные. И жизнь может повернуться разными гранями. Главное не терять надежды. Главное стараться достичь высоких результатов. А объединительным фундаментом является все-таки спорт. Идею снять фильм о футболистах с ограниченными возможностями Андрею пришла 15 лет назад. С тех пор он посетил десятки игр и лично познакомился с игроками. Андрей настолько был впечатлен их мужеством, что решил снять картину. Ну и как это часто бывает, реализация проекта остановилась на стадии финансирования. Предварительно требуется 800 тысяч рублей. Именно поэтому Ясауленко подал заявку на питчинг, поиск инвесторов. И не прогадал. В частности, автор заручился поддержкой продюсера одного из самых кассовых российских фильмов «Вий». Конкретно это продюсерская поддержка. То есть мы берем проект и начинаем его двигать. Хочет Свердловская киностудия сейчас сами его заявлять, им им культ подготовить документы, правильно идти. Отлично, мы рядом. У нас тоже есть плечо, мы всегда прям пишем письма. Администрация сегодня, департамент культуры представитель точно так же сказал, однозначно сделает все, что требуется от администрации города, края, для того, чтобы этот проект состоялся. Московские артисты знаменитости отдыхают в эти дни на Яровом. Третье лето подряд столичные дельфины приплывают в степной город и три месяца живут в бассейне дельфинария. Каждый день морская команда дарит зрителям море эмоций и позитива. На сцене актеров видели тысячи людей, а Галина Юмашева решила заглянуть за кулисы и посмотреть, как живется морским обитателем в степи. Музыка, аплодисменты, инвентарь для трюков, театральные костюмы на тренерах. Все это во время выступления, а когда зрителей нет, здесь тихо и умиротворенно. Дельфин и две белухи живут в этом же бассейне, в котором выступают. Они мирно друг с другом сосуществуют, но без людей скучают. Увидев нас, все три морские красавицы начали выброжать и хвастаться своими умениями. В дельфинарии живут пять морских обитателей. Две белухи, дельфин, все они девочки, и два морских котика, мужчины. Чтобы избежать конфликта полов, парням предоставили отдельные апартаменты. Это кто у нас? Это Сеня. Его нельзя трогать? Таргет. Сейчас. Ладошку так поставь. Таргет. Вот. Ой, Господи. Мы любим обниматься. Какой легкий нос. Целоваться. Все эти животные никогда не жили на воле, или у них не было шанса там выжить. Но их среда обитания моря, поэтому воду в бассейне искусственно делают морской. Вода из озера не подходит. Самые большие обитательницы дельфинария – белухи Лера и Кася. Они примерно 3 метра, а то и больше, в длину, и им по 12 лет. Девочки очень любят выброжать, играться, но главное, они любят, когда их гладят. Обитателям дельфинария скучать не приходится. Трижды в день у них тренировки и отработки новых трюков. Правда, эти красавицы к своей работе относятся как к игре. Поиграла – получила рыбку. В рационе ментай, селедка, семга, скумбрия, горбуша. В дельфины белухи не слышат шумов, которые их окружают во время выступления. Поэтому музыка, топот и аплодисменты их не тревожат. Морские артистки воспринимают только ультразвук, который доносится из специальных свистков тренеров. Не слышат, зато как поют. Не меньше радости доставляют и морские котики. Сеня очень любит петь, танцевать и проявлять нежность. Сеня, целоваться будем? Будем целоваться? Это да или нет? Это да. Я решил, сказал, нет. Целуй. В целом, закулисная жизнь обитателей дельфинария в Яровом особо не отличается от сценической. Разве что без зрителей они получают чуть меньше внимания, которое артистам так необходимо. Галина Юмашева, Алексей Фризин. Наши новости. А вот нам столько же внимания перепадает, интересно, или нет? Ну, сейчас узнаем. Ну, у нас на этом все. Телефон редакции 722-440. До встречи в эфире. Сергей Баканов воевал на Центральном, Северокавказском, Крымском и Первом Белорусском фронтах. Участник освобождения Белгорода, Керчи, Севастополя. Боях в Польше. В 45-м году лейтенант Баканов форсировал реку Одер, подавляя вражеские огневые точки, и обеспечил огнем быстрое продвижение пехоты вперед. Достигнув берега в числе первых, ворвался в расположение врага, выбил его с рубежа и вошел в город Фюрстенберг. В центре города попал в окружение, но отбил все атаки, уничтожив два штурмовых орудия. Был ранен, но остался в строю и вывел взвод из окружения. За это ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Героя Советского Союза